всем привет автосалон peugeot давайте посмотрим какие модельки стоят в салоне 3008 peugeot такой черный черный радикальный цвет красивая машинка конечно славе смотрится но опять же на черном фоне теряется вот этот весь пластиковый обвес который подчеркивает кроссоверность машина да и так далее ну цены конечно сейчас ах вы но опять же смотрите машина собирается за рубежом это раз во вторых для эстетов как таковой да допустим стильный салон было бабла ну и соответственно опять же для с этого для фанатов перенеприводная машина пожалуйста сейчас много таких машин продается среди приводом для кого полный привод не суть важен пожалуйста такая машинка тоже как вариант покупки смотрим peugeot 3008 каплитация джеки двигатель дизельный с турбур над наддувом 20 ковровка передач автомат восьмиступенчатый окраска кузла черный но и перлонеро 150 лошадок момент крутящий 370 ньютона метров разгон до сотни девять и восемь смешанный расход 5 и 5 литров объем багажника 591 литр здесь у нас цифровая конфигурируемая приборная панель peugeot i cockpit с цветным дисплеем электропакет передних сидений с функцией массажа светодиодных фар ближнего и дальнего света peugeot full лет система помощи при параллельной перпекулярной парковки электропривод крышки багажника система интеллектуального привода grip control стоимость представленной версии 2 миллиона восемьдесят девять тысяч да и здесь еще вот опциональная оборудованная система ночного видения пакет black pack пакет безопасность плюс панорамная стеклянная крыша с удвижным люком но это я так понимаю это все осталось на заводе уж тут они в любом случае не могли поставить да и крышу панорамную сигналка с автозапуском защитная сетка бампер брызговики значит и ковры салон в багажнике то есть и того машина стоит 3 миллиона триста восемь тысяч рублей это тут написано якобы спец цена с учетом стоимости опции до 31 01 22 но в общем когда так гарантия три года или 100000 пробега защита от коррозии до 12 лет спец предложение кредитные от 9 целых девядесятых процентов ну давайте посмотрим поближе опять же да вот эти все цифры вот 3008 то где-то еще написано джеки буковки да вот они жить и опять же они сделаны черным цветом ну наверное хотя бы вот на таком цвете делали белым да но видимо это невыгодно делать отдельно поэтому штампует черный и вот на черном фоне это все потерялся также как и повторюсь этот пластиковый обвес красивый в общем туда диски двуцветная резина continental но вот так имеется здесь рейлинги ну как вы слышали там я причислял очень много всяких там электронных прибабаха здесь без ничего доступ найти нас такие вот комбинированные сидения ну давайте поближе чуть посмотрим у пассажира тоже смотрите электро всякие ажимировки и так далее здесь такая вот панель ухты глубокий с подсветкой тут вообще дофига чего вместится имеется такие подстаканники стильный рычаг электронный ручник и так далее drive mode здесь все видите как такой стильный руль но peugeot всегда этим славилась но идти керст этих на пульки тут все в бархате с подсветочкой и так далее повторюсь допустим вот кому он нужен такой стильный салон и кого вообще не парит передний привод но такой turbo дизель еще есть присутствует помотая подушечка на сдвигает что-то типа того вот и пожалуйста такую машину допустим если купить как считаете здесь критиков у нас не ниша просто вот это отручка не под естественно хват ну такая тоже неплохо мягкий вверх и что здесь на предлагаю смотрите у нас дверь закрывает порог мягкая двери работает классно легкая тонировка или это стико подъемники тут тоже все делаем мягким но почему-то вот скос так вот так сделал ну и вот здесь нам предлагается три подголовника имеется подлокотник подстаканники ну и вот индивидуально тут подсветка и вот такая у нас видите крыша с подсветочкой как видите здесь имеется два разъема для зарядки здесь тоже розетка воздуховод и еще индивидуально можно отрегулировать от себя эффективность обдува изофикс понятно присутствует и вот такой вот переднеприводный кроссовер с турбодизелем как он такая машинка правда цена но сейчас принципе у всех принципе такая цена да этот вот три ну грубо 3 400 стоит может еще куда турку вместе не знаю вот и получается что импортная сборка куча здесь всяких наворотов и так далее и так далее так считаете достойный вариант но при сюда может я что достойный но были деньги что называется после эти у нас партнер типе то есть машина с автоматом одно время как бы получается что их прямо аж под запись принимали то есть на заказ для теперь вот пожалуйста стоит машина свободно никому на хрен не нужно или как или только привезли не знаю смотрим двигатель дизельный турбированная 96 коробка передач механика а может из-за этого что вот стоит мощно 90 лошадей значит разгон до сотни 136 смешанный расход 5 4 объем багажника 175 литров но его смотрите у нас опциональное оборудование темно-синий металлик блю бурас блю бараски пакет комфорт пакет техно мультимедийной системы с экрана 7 дюймов на базе android левая боковая сдвижная дверь сейчас посмотрим сигналка автозапуском ковресован багажник брызговики перед и задние защитная сетка в бампер зимняя резина и того машина вот это стоит 1 миллион восемьсот семьдесят две тысячи рублей это спец цена с учетом стоимости опции да вот и получается что здесь дизель turbo и механика 5 сутка ну вот так вот так здесь все это выглядит на эти руль не в коже без подогрева кнопок нет на руль вообще нет никаких ну такое все очень-очень простецкая блин почти миллион девятьсот ну я честно говоря вот видите тут все вот прямо вот это подходит под порог и вот уже все утоптано вот здесь в грязи не знаю кто прям сюда так наступает ну и идиотизм какой-то ну что неужели как-то вот по-свински все это дело происходит не знаю что такое подбутыльник или как это назвать тут еще вот она нишка такая но смотрите то что здесь вот этот имеется подлокотник и не знали это конечно хорошо тут вот такая кочерга я почему-то в полу дайте подстыкальник или что она они не глубокие ну так большой экранчик собственно и вот так все расположено конечно вот это вот все видеть ближайшие шесть лет всем если машину покупать вот это все как бы но не очень интересно тут все твердое так поднимается эти такой ящик в принципе глубокий но на механике конечно честно говоря не очень чтобы очень вот так все здесь видите расположена да цена все выше машины как бы вот здесь штампы и колпаки датчики и парковки сзади имеется кросс вы вот сзади она смотрится более-менее нормально да но спереди конечно тихий ужас ну как по мне так вот у нас еще стоит грузовая машинка зимняя резина штампы и колпаки есть такие смотники и двери порог тоже не закрывает но при этом здесь в рабочей одежде может не не столь актуально черной ручки но экономия на все вот видите как раз а дальше хватит все там дальше уже не надо а у корейцев полностью идет ниша тут тоже куча всего можно положить еще дополнительная такая нишка ну французы из французы видите и подогрев сидение вот тут сделал почему-то тканевый салон три подголовника и даже имеется еще подлокотник давайте мы его разложим вот так ну без подстаканников на тех и тем не менее все это здесь есть вот механика 6 ступка такой ты кранчик но просто что рабочая лошадь здесь руль не в коже без подогрева но и кучу радио слушаешь на работе короли здесь механика и все никаких изысков ничего кондиционер присутствует но и естественно подряд ли не уже показывал вот такая все по простецки сделана машина давайте посмотрим сколько стоит такая машина типа вместо газели да если что смотрим peugeot эксперт двигатель дизель с турбонаддувом 20 коробка передач механика 6 ступка комплектация про l3 h1 переднеприводная полная масса 2,5 тонны окраска кузова белый блэнк бангу из какой-то 150 лошадок 370 ньютонов метров ну и вот из топов опциональное оборудование кондиционер пакет комфорт плюс моду work защита двигателя сигналка с автозапуском сетка в бампер брызговики передний и задний ковры салон и того вот эта машина стоит 2 миллиона 496 тысяч 900 рублей спец цена с учетом стоимости опции до 31 01 2022 года вот такая машина еще раз да почти два с половиной миллиона стоит вот этот вот peugeot грузовой причем как у цена ну вот еще peugeot trailer это короткобазный есть еще лобк версия помогут дороже на 55 тысяч рублей наверно все таки вот туда лучше купить как считаете хотя не всем такая нужна вот смотрите как здесь фары здесь фары но как-то вот вот если вот убрали вот эти на вот клыки мне кажется было бы намного интереснее почитать датчики парковки спереди датчики парковки сзади туманки присутствует ну в общем так за счет все смотрится брызгалки еще как видите здесь на капоте огромная площадь остекления смотрим peugeot traveler комплектация актив стандарт двигатель с турбонадумом 20 автомат состоит 6 ступка окраска кузова серебристый гриз алюминиум мощность 150 лошадей по шире вместимость 8 человек разгон до сотни двенадцати три секунды смешанный расход 6 2 литра объем багажника 603 литра и тут еще опциональное оборудование окраска кузова серебристый без двойки и передние задние сигналка с автозапуском колеса багажник защитная сетка бампер и того вот эта машина стоит 3 миллиона 79 900 ну практически 3 миллиона 8000 да вот такая машинка у нас глянцевые зеркала черные штампы и колпаки черные такие глянцы ручки глухая практически ну да тонировка вообще капец и там по-моему что-то еще типа этих сеток дисковые тормоза так видите как какая вот выдавлена такая вот полу сфера и тут лючок такой тоже сделал прикольно ну что такой вот peugeot тревеллер датчики парковки есть как спереди так и задние показал вот и посмотрим что здесь надо поднимать достаточно быстро но все поднялась его знаете огромная дверь вся в пластике во первых это но красиво и эстетично во вторых какой-то никакой шумоизоляция тоже роль играет красота ну собственно так вот полочка естественно съемная ну и вот подсветка и какой-то еще здесь как видите груз можно расположить такелажные крючки и так далее соответственно эти салатки видите как все это дело может подвинуть я так понимаю сейчас посмотрим заглянем туда но я к тому что если допустим и тут у нас мы эти как двери не закрывает порог то есть допустим если здесь ну тут сидеть людям же нормально будет да потому что если здесь никого нет то можно сдвинуть сюда эти сидушки видите когда нужно перри не будем открывать соответственно и багажное отделение но увеличится хотя даже но тут умер тоже как-то можем больше дети будет более более менее сидеть удобно но как-то можно там до поиграть с этим с местом в общем то вот так на вот она сетка еще здесь это тонировка есть тут еще что-то может положить вот тут какие-то допустим может что-то там не знаю пакеты какие-то ну и вот тоже обдув индивидуально все это присутствует скорость работы вентилятор воздух холодный горячий подсветка и так далее все красиво крючки имеется но вот такой вот трейлер до путешественник и водителя и пассажировите свои подлокотники хорошо настроил для себя как хочешь и погнали дизель с автоматом нормально ну вот такой вот тревеллер пишите комментируйте подписывайтесь как он цены всем пока счастливо так